Добрый день! Вот решил продать велосипед Stealth. Такая история. Купил его жене. Он ей показался великоват, поэтому я купил поменьше, чуть легче. А этот велосипед, какие у него отличительные особенности? Это так называемый круизер. У него, как вы видите, педали расположены на некотором расстоянии. Обычно же вот эта вилка, она вот здесь вот находится. А этот такой длинненький велосипедик, типа такого мотоцикла по дизайну, естественно. У него есть багажник надежный, то есть седло. Естественно, крылья пластиковые у него, длинная цепь и достаточно широкий руль. Такой как мотоциклетный, такой стиль, такой байкерский. Вот. Передний тормоз, задний тормоз ручной. И еще есть дополнительно ножной тормоз. То есть одним из показателей, который я основывался при выборе велосипеда, это наличие ножного тормоза. Вот. Ну, привыкл в детстве тормозить ногами. Тут достаточно мягкое сиденье, вот так оно хорошо подпружинено. Естественно, регулируется по высоте с помощью эксцентрического зажима, то есть вручную, одной рукой, без всяких инструментов. То есть, ну, он не эксплуатировался. Цвет такой очень-очень темно-сине-фиолетовый. Ну, я бы сказал даже синий. Да, такой, ну, практически черный вот здесь он. Вот. И спереди, обратите внимание, амортизатор. Да? Это тоже важное достоинство этого велосипеда. То есть он очень мягко идет. То есть он предназначен, в первую очередь, для таких неспешных прогулок. Звоночек есть. Все регулируется, естественно, руль по высоте, по углу наклона. Вот здесь я его сложил, чтобы для... ну, развернул для того, чтобы хранить на балконе. Ну, как минус для меня, это то, что он не складывается. То есть, ну, только через грузовой лифт его желательно транспортируют. Либо вертикально в пассажирском лифте он влезает. Вот. Ну, то есть пока его храним здесь на балконе. Ну, может быть, если никто не выкупит, отвезем на дачу, будем кататься на даче. Вот еще здесь поставлены фонарики спереди-сзади. Какие еще вопросы? Ну, а, да, самое важное, это он трехскоростной. Да, здесь встроенный в заднее колесо вилка, да, то есть это не такие вот эти вот простейшие ручные переключения передач, с помощью различных этих самых звездочек, да, здесь все внутри, вот в этой вот вилке вставлено. Поэтому это очень удобно, особенно женщинам, да, то есть на руле вот здесь вот такая штучка. Поворачиваешь ее три скорости, три передачи. Начальная, там, средняя и максимальная. То есть стартовать на начальной, потом рукой просто вот здесь вот так вот. Поворачиваешь вот это вот колесико, вот, и включаешь последовательно вторую и третью передачу. На себя его поворачиваем. Вот, что еще здесь можно сказать. Ну, естественно, есть подножка. Вот, там еще сзади идет, я просто его снял, такая как бы для спины спинка. Ну, посмотрите на фотографии. Вот, ну, мне кажется, она немножко, как для совсем варяжной такой езды, откинувшись назад, предназначена. Так, ну, то есть новый не эксплуатировался, никаких неисправностей нет. Вот, ну, там, проехали, там, пять километров, да, как бы, и поняли, что, там, великоват, нужен новый. Вот, поэтому решили его продать. Ну, по цене ниже, естественно, абсолютно нового велосипеда. Вот, поэтому, если вы такой мужчина, высокого роста, так, метр девяносто, даже, может быть, с лишним весом, это как раз для вас такой велосипед. Ну, хотели бы мы его купить в Фанты-Мансийске, но что-то как-то мне лень было так далеко отправлять. Но, в принципе, я могу отправить его и через такую транспортную компанию, естественно, за счет покупателя. В общем, пишите, задавайте вопросы. Спасибо большое за внимание.